Где должны быть парковки, как расширить проезды и каким должно быть покрытие тротуара. Жильцы 16-го дома на улице 70 лет октября решали, каким будет их дворовое пространство. Вопросы благоустройства всегда вызывают живой интерес у муравленковцев. Соседи обсуждают, предлагают и даже спорят. Все предложения обязательно учтут в окончательном варианте проекта. Мы бы очень хотели сейчас на этом этапе пока не поздно обсудить с вами то, что мы подготовили. У нас работает уже проектная организация. На 80% проект сформирован. И на сегодняшний день есть возможность носить на него коррективы, но естественно в рамках действующего законодательства. Потому что есть определенные ограничения разумные. Где-то мы должны зеленую зону обеспечить, где-то есть нормативные требования к тротуарам, к проездам, к парковкам и так далее. Поэтому есть разумные ограничения, но есть и возможность все-таки сделать так или иначе. Двор возле 16-го дома на 70 лет октября имеет свою специфику. Здесь нет детской площадки и по сути это внутридворовый проезд. Дом большой и жильцов много. В каждой семье несколько машин. И это одна из главных проблем – как обеспечить всех стояночными местами. Мужская половина жильцов дома выступает за максимальное расширение проезжей части за счет тротуара. И хочет таким образом увеличить количество парковочных мест. Но пешеходная дорожка должна быть. Это в первую очередь безопасность детей, возражают мужчинам мамы. Да здорово, что что-то меняется в нашем городе, меняется в лучшую сторону. Проект пока еще не до конца понятен. Я думаю, что в процессе какая-то общая картинка сложится. И тогда общим голосованием мы придем к какому-то общему решению. Я понял, так камнем преткновения стали парковочные места. Именно так, да. Потому что если посмотреть вокруг дома на автомобиле, их много. А зимой, когда это все заснежено, с парковочными местами становится совсем все плохо. Поэтому очень хотелось бы, чтобы было парковочных мест как можно больше. Если с доработками рассмотреть этот проект все-таки, так как это должно быть удобно именно жильцам, если этот проект будет для жильцов, тогда я считаю, что это дело нужное. Вот что вы можете предложить конкретно? Сейчас есть какие-то уже идеи? Ну вот нет. Как вот нас предыдущие предлагали все-таки сделать побольше парковочных мест, чтобы не было этих соседских войн никогда. Потому что действительно дом очень большой, очень проблемный. И не хочется воевать все-таки с соседями. Хочется жить дружно. А чтобы жить дружно, нужно искать компромисс. Обсуждение проекта будет продолжено. Для этого создана даже специальная группа в соцсетях, где каждый жилец дома может высказать свое мнение. Жители смотрят, ознакомливаются, высказывают свои мнения, предложения. Мы уже, соответственно, их учитываем и продолжаем работать над проектом. Эти предложения все передаем проектировщику, он работает. Ну и реализация этого проекта уже запланирована на следующий год. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова